В культурной программе Музейного Антверпена появилась новая строка. Музей Плантейн Моретус, бывшая типография фламандского первопечатника Кристофера Плантейна, со 2 февраля приглашает гостей на новую специализированную выставку – «Великолепные средние века». В сотрудничестве с Университетом Ливена, его Центром по изучению искусства средних веков, были отобраны 40 лучших иллюстрированных манускриптов из коллекции самого сэра Кристофера Плантейна и его потомков. Сэр Кристофер Плантейн начал коллекционировать библейские и классические книги в XVI веке. Сто лет спустя его потомки присоединили к этой коллекции интересные и редкие экземпляры – библии, молитвенники и часословы. Фламандский первопечатник был известен тем, что привлекал к оформлению книг лучших современных ему художников. Он начал приобретать рукописные иллюстрированные манускрипты в качестве образцов для текстов и иллюстраций книг его типографии. По мнению Кэтин Рейнолдс, автора нового исследования «Каталог иллюстрированных манускриптов в музее Плантейн-Моретус», сэра Кристофера более интересовала точность текстов, библии, молитвенника или часослова. Доктор искусствоведения Оксфордского университета показывает самый старинный экземпляр, датированный IX веком теологическое произведение Сиделиуса, христианского поэта V века, Кармен Паскаля. В краске скромны, никакого блеска, сюжеты типичны для раннего христианства. Книга открыта на поклонении волхвов. Позже сталь востребована более красочной, пурпуром и золотом декорированной книге. Это факт, что в средние века богатые люди с удовольствием тратили деньги на великолепные книги и христианские произведения искусства. Во славу Бога! Вы должны были показать свою веру, покупая дорогие, богато декорированные религиозные предметы. Психология была такова. Ваш титул обязывает. Если ты король, ты должен быть окружен великолепием, богатством, золотом, роскошными картинами, ювелирными изделиями и книгами. Потомки сэра Плантейна не пошли по стопам многих наследников и не разбазарили, а приумножили его коллекцию старинных манускриптов. Особенно отличился внук Бальдазар, который, в отличие от деда Буквоеда, ценил в них более художественную часть – заглавные буквы, декор страницы, иллюстрации на библейские сюжеты. Именно при нем коллекция стала библиографическим сокровищем. Любопытно, что сама картинка в рукописных библиях и молитвенниках, как у школяра Каракули Промокашкой, была прикрыта шелковым лоскутом – двойная защита от дурного глаза и воздействия времени. В пожарах реформации Великой Французской революции погибли многие христианские книги. Тем более ценно, что семья Кристофера Плантейна сохранила для нас такую уникальную богатую коллекцию. Выставка 40 старинных манускриптов музея Плантейн-Маретус позволяет нам по-новому взглянуть на соедневека, сломать клише о них, как только о временах мракобесия и охоты на ведьм, увидеть великолепное соедневековье. В монастырях монахи создавали своим талантом и руками такие произведения искусства. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok